Об объединении университетов, реформе местного самоуправления и в целом о положении дел в регионе, говорил губернатор Николай Иванович Меркушкин на 15-м форуме городских и районных средств массовой информации «Формула доверия». Встреча с главными редакторами районных и городских СМИ прошла в Сызрани и продолжалась более трех часов. Коротко о главном в нашем материале. За последние три года, как отметил глава региона, журналисты стали лучше понимать власть. Что для чего делается и к чему это должно привести? Именно из СМИ люди получают информацию и делают выводы. Для меня и, я думаю, для любого человека, который хочет, чтобы шли созидательные процессы, чтобы менялась жизнь, чтобы менялись люди, менялись люди в другую сторону. Без взаимодействия с прессой, без активной работы прессы, без профессионального подхода журналистов к этим темам очень сложно на самом деле решать проблемы, двигаться вперед, конкурировать. При этом без спекуляции на некоторых темах не обходятся вырванные фразы из контекста или информация специально поданная с негативной окраской. Так было в случае с объединением университетов, сейчас идет вокруг Аллеи Славы и реформы местного самоуправления. Глава региона подчеркивает, он за критику, но конструктивную. На встречах журналисты задают вопросы, чаще всего касающиеся напрямую жизни их района или города. В основном речь шла об инфраструктуре, спортивных объектах, развлекательных и сельскохозяйственных. Так из Сергеевского района интересуются, будет ли построена птицефабрика. Прошла информация, что из-за проблем с финансированием стройка будет заморожена. Губернатор отвечает, проект из-за курса доллара пересмотрен. И сейчас этот проект пересмотрен и рассмотрен во всех департаментах ВБ. И даны положительные заключения на самый новый проект. И он должен скоро, в очередной раз должен быть вынесен на кредитный комитет. Договорились, что не надо всю сумму сейчас. Если они нам выдадут на этот год 2 миллиарда рублей кредитных ресурсов, то год пройдет в нормальном режиме работы. Первый продукт должен выйти к концу 2016 года. Также на встрече стало известно, что в конце этого года или в начале следующего начнется строительство ледового дворца в Чапаевске. Будет введен в эксплуатацию один из долгостроев Самарской области. Образовательный центр в Кошках. Ольга Павловская, Дмитрий Алатрцев. Новости губернии. Сызрань.